Всем привет, мои дорогие перчики! Сегодня у нас будет 50 фактов обо мне! Ну, не будем чинать, начнём! Первый факт. Моё полное фио это Мыхова Анастасия Евгеньевна. Второй факт. Мне 14 лет. Третий факт. Я живу в Казани. Четвёртый факт. Я ношу очки и у меня очень плохое зрение. Кажется, что ещё чуть-чуть и я слепну. Пятый факт. Наши брекеты. Шестой факт. У меня действительно есть монобровь. Если смотреть издалека, то можно не заметить. Однако, если приглядеться, то вы увидите маленькие волоски на переносице. Возможно, когда-нибудь я уничтожу это. Но это не точно. Я люблю свои брови. И ради каких-то людей делать то, что мне не нравится, я не буду. Седьмой факт. Всегда зазож. Хотя иногда бухаю. Восьмой факт. Большинство меня осуждают за то, что я люблю поняшек. Но ведь у каждого свои вкусы. Девятый факт. Учусь художки. Десятый факт. Художка поистине важна. Из-за неё я более-менее научился рисовать котов и деревья. Однако, самое сложное это человек и ёлки. Ёлки-палки, как же я задолбал с них рисовать. Но больше всего я ненавижу рисовать вазы, бутылки. Из-за моей плохой симметрии я вообще ненавижу математику. Двенадцатый факт. Хочу мейн-куна и лабрадора в будущем. Двенадцатый факт. Хочу купить в будущем коттедж возле берега озера и леса. Тринадцатый факт. Хочу путешествовать. Четырнадцатый факт. Перешла в восьмой класс. Пятнадцатый факт. После школы планируете учиться в техникум, а потом в вуз, на какую-нибудь профессию с языками. Шестнадцатый факт. Очень ленивая. Ты говорил, что будет целое лето изучать языки. Почему я научилась за всё это короткое время? Ухаживать за своими брекетами, закрывать жалюзи. Семнадцатый факт. У меня паршивый характер. Восемнадцатый факт. Я люблю портить настроение другим. Возможно, у меня раздвоение личности, так как сначала я думаю одно, а потом резко другое. Двадцатый факт. Из-за моего сильного психоза я рвала волосы на голове. У моего четырнадцатилетия у меня было сильное психическое давление. Ну и вот. Двадцать первый факт. Я не против ЛГБТ, тату и пирсинга. Двадцатый второй факт. Обожаю рисовать. Двадцатый третий факт. А ещё я обожаю играть у людей на нервах. Двадцать четвёртый факт. Раньше я занимала сольфежо и фортепиано, а также пела в хоре. Двадцатый пятый факт. На самом деле я люблю петь, но у меня это плохо получается на самом деле. И просто стесняюсь при других людях. Двадцатый шестой факт. Больше стеснительная, чем бойкая. Седьмой факт. Теперь мне больше кажется, что я выёживаюсь. Двадцать восьмой факт. Атеистка. Но мне очень нравится, говорит, выражения такие как... О, Господи, спаси и сохрани. Я ещё очень долго думаю на эту тему. Так как мне очень нравятся рассказы про Иисуса и Дьявола. А так верю в звёздных котов. Двадцать девятый факт. Польше своей жизни люблю читать. Тридцатый факт. Пишу фанфики. Тридцатый факт. Люблю дарить подарки, чем получать их. Тридцатый второй факт. Вечно всем недовольная. Тридцатый третий факт. Против косметики. Тридцатый четвёртый факт. Ненавижу выскочек. Тридцать пятый факт. Мне нравится лёгкий рок. Шестой факт. Раньше у меня были хомячки. Целых три. Тридцать седьмой факт. Открою секрет. У меня есть собственные рабы. Стефан и Кейт. Тридцать восьмой факт. Когда-то мне хотелось стать каннибалом. Маньяком и насильником. Я до сих пор хочу попробовать человечие мясо. Тридцать девятый факт. Когда мне было девять лет, я хотела попробовать ЛСД. Сороковый факт. Люблю играть в баскетбол. Сорок первый факт. Обожаю стихи, ночные посиделки и дождь. Раньше я сама писала стихи и это мне очень нравилось. Сорок второй факт. Постоянно жру лёд. Но сейчас я пока не могу, так как у меня брекеты. Сорок третий факт. Очень люблю свою комнату и одиночество. Сорок четвёртый факт. Ненавижу ссоры. Хотя раньше стравливала людей между собой. Сорок пятый факт. Супер ревнивая и эгоистичная тётка. Сорок шестой факт. Обожаю своего папку. Сорок седьмой факт. Обожаю мягкие игрушки. Сорок восьмой факт. Очень неуверенная в себе. Сорок девятый факт. Впервые я поцеловалась где-то в 12 лет. И пятьдесятый факт. Я вас всех очень люблю. На этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем до скорых встреч и всем пока.